Привет-привет, мои хорошие! Сегодня у нас 27 декабря. Фадима, как всегда, не выспалась, в 5 легла, в 7 проснулась. Я только что ходила в пенсионный фонд, получила материнский капитал. Все мои выплаты, которые должны были прийти, я уже получила. И вот материнский капитал тоже мне уже дали на руки. Использовать я его смогу через 3 года. Или же, если я буду покупать жилье в ипотеку, то уже можно сейчас же использовать. Еще у нас, ну это в принципе не только у нас, это наверное везде, в России так. Можно получать каждый месяц с материнского капитала энную сумму. У нас 9800 получается это. Если вы хотите получать эту сумму, то нужно собрать там справочки, чтобы малоимущие и так далее. У меня подруга сделала. Я думала, тоже может быть сделать. Потом подумала, ну зачем мне это надо. Я в этих деньгах каждый месяц в принципе не нуждаюсь, во-первых. Во-вторых, меня здесь в Дагестане и не будет. Лучше пусть будет вся сумма материнского капитала целиком. Сейчас это 453 тысячи рублей. Кстати, холодно. У меня руки мерзнут. Так все тело не мерзнет, потому что я тепло одета. Но руки мерзнут. На улице 1 градус. Всего лишь 1 градус. Но в принципе не так сильно холодно. Просто руки мерзнут. Я привыкла. Раньше зимой всегда ходила в перчатках. А в этом году у меня с собой перчаток нет. Они остались у меня в Турции. Сейчас пойду где-нибудь поем. Потому что я не успела... Естественно, не успела даже позавтракать. Я проснулась, занималась нулей. Доча спала. Сейчас поем где-нибудь. И по дороге нужно еще деткам кое-что купить. И все. И все, все, все. Давно я вам не снимала улицы. Сейчас что-то мне в голову пришло, почему мне не снять. Вот, пожалуйста, как у нас выглядят улицы зимой. В конце декабря. Перед Новым годом. Ничего вообще. Никаких отличий. Что в обычные дни, что в предпраздничные. Так, все. Куда я дошла? А, все, правильно. Я почти дошла до центральной улицы. 26 бакинских комиссаров. Здесь постройки двухэтажные, старые, с обоих сторон. Вот смотрите. Они, по-моему, уже под снос. Но у нас это дело очень-очень затягивается. И до последнего люди живут. Да, вот, да, в каждой здесь живут. Видите? На улицах не очень чисто. Летом было чище. Сейчас почему-то мусор не так часто убирают. Там торговый центр, видимо, это галактика. Местные торговые центры я не очень люблю. Я не ходок по ним. Даже когда здесь жила, я практически здесь ничего не покупала. Все заказывала кому-нибудь, кто из Турции возил, кто из Италии. Что-то в Россию, когда выезжала. Ну, в Россию, точнее, за пределы Дагестана там покупала. Здесь, в Дагестане, я одежду, ну, лет 10 точно не покупаю. Когда-то очень-очень-очень давно, в годы моей молодости, на этой улице была оптовая аптека, оптовый склад, аптека. И я работала там оператором. Приходили к нам владельцы аптек и оптом брали препараты. В мою же работу входило напечатать весь список препаратов, который им нужен. И они с этим списком спускались на склад. И на складу? На складу, наверное, да? Не в складе же, на складу. Сейчас мне самой стороны стало интересно. В складу. Короче, не знаю, девочки, скажите, как правильно. Там девочки собирали им заказ и все. Ну, моя работа входила напечатать. А какой-то на улице 26 пакинских комиссаров. По-новому Яракского. Это одна из центральных улиц. Напротив кафе «Золушка». Очень много времени оно работает. Вот прокуратура наша. Там высший магазин «Миха Флоренции». Раньше этот магазин был ниже по 26 пакинских комиссаров. Бриллиантс. Там я покупала свою шубу. Потом он переехал вон туда, на второй этаж. На второй или на треть. Так, куда шпать? А, пойду вот туда вниз поскучи. Поскучи или какой-нибудь кафе там. Позавтракаю. Сейчас у нас 10 часов утра. Так что на завтрак я еще должна успеть. Не хочется вот этих вот обычных классических блюд. Хочется именно завтрак. Оладушки, что-нибудь такое. Сырники, блинчики. Нет, сырники я не очень люблю. Оладушки я бы взяла. Оладушки я люблю. Кстати, по поводу моего здоровья. Чувствую я себя уже прекрасно. Кашель мой прошел. Тошнота была только вот один раз, когда я была у Зулии и все. Ну, кашель чуть-чуть остаточный остался. Я не могу сказать, что 100% прошел. Но такого сильного уже нет. Так, там слева школа, в которой я училась. Представляете, в этой школе до сих пор директор тот же самый, который был при мне. Так, скоро открытие. Открытие чего? Все из салона в Сотлайн. А вот и я. Слушайте, как меня спасает вот это вот серое пальто, которое на мне. Оно свободное. Я его могу надеть на любой свитер. Так, это, по-моему, новые столики. Здесь их не было. Так, элитная скидка. 25,5 по будням. Ну, хо-хо. С 12 до 15. Интересно. Так, я зайду поесть. Поскучи. Вот я вам немножко сниму изнутри кафе. Я здесь пока одна. Представляете? Я сперва села вот там у окошка, но снаружи работает парень. Наводит красоту. Видимо, рисует рисунки или подчищает нарисованное. И как-то неудобно мне стало. Пересела. Там дальше еще есть зал. Вглубь нужно идти. Вот здесь вот на втором этаже есть. Заказала я вот к завтраку блинчики с курицей и грибами. И еще... Еще не помню, что. Еще что-то мне должно приняться. Какой-то завтрак еще заказала. Очень вкусно пахнут блинчики. Кто за столом, всем приятного аппетита. Я обязательно покажу, какой еще завтрак заказала. И сколько мне это обошлось. Вот такой вот еще завтрак я заказала. У меня там курица, сметанка, как я вижу, соус какой-то, грибы, картошка и помидорка. Кстати, вот эти блины были курицы с сыром, а не с грибами. Я перепутала. Ну все, теперь уже неприятный аппетит. Потихонечку народ подтягивается уже. Мое место бывшее тоже занято. Закончился мой завтрак. Кстати, за него я заплатила всего 430 рублей, по-моему. Ну, с чаевыми 500 рублей. Понравилась. Только единственная начинка у блинов не очень понравилась. Мне курица была суховатая. Это была грудинка. Филе курочки. Поэтому была немножко суховато. Пока я там сидела, звонила мне мастер крови, говорит, Везмири говорит, очень холодно, улицы пустые. Я говорю, сколько градусов? Она говорит, 4 градуса. А у нас здесь 1 градус, и все на улице. Топаю, топаю домой. Вот она, наша улица, которую никак не проасфальтируют. Все обещают, обещают, но руки ни у кого до этого не доходят. Наверное, ждут пока жители улицы сами скинутся и проасфальтируют. Когда бывает дождь или после снега, здесь, конечно, лужи огромные. Вы знаете, я уже надрессировалась до того, как вышла замуж в Турцию. Я, помню, постоянно выходила в город, и почти вся обувь у меня была на каблуках и замшевая. Я умудрялась любую погоду здесь проходить, и всегда у меня обувь оставалась чистой. Не, ну 99% обувь оставалась чистой. Знаете, человек привыкает ко всему, ко всем условиям. А сейчас же, когда я уже привыкла там в Турции, что дороги асфальтированы, вот такой вот дороги там не увидишь, по крайней мере. Ну, мне не приходилось там ходить по такой дороге. А сейчас же мне сложно, если чуть-чуть мокро, сложно с чистой обувью вернуться домой. Вот, пожалуйста, этот заброшенный дом построил человек, не живет, заброшенный. И вот здесь вот вечно мусор. Сегодня надела вот эти свои ботинки. Я их не надевала, наверное, пару недель. Последние пару недель я бегала в кроссовках, в спортивном костюме, очень удобно. Сегодня решила надеть джинсы, ботиночки. И вы знаете, сейчас я иду, мне опять натерло, опять мозоль. Господи, не знаю, эти косточки ничего не помогают. Не советую тебе, девочки, никакие пластырь, никакие средства. Это у меня косточки там сзади. Я их копыта называю. И у меня такая особенность всю жизнь, сколько я себя помню. Особенно если это обувь без каблука, вот типа таких ботинок сплошно. Но если я обувь не ношу неделю, ну дней 10, она меня снова натирает. Вот такая вот у меня особенность. Вот он наш дом секционный. Да-да-да-да-да. Дом, дом, дом. Сейчас быстренько, быстренько горячего чайку. Закрываю. Все.